Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Сегодня мы поговорим о такой теме, к которой мы еще как-то и не касались, а касаться следовало бы. Мы поговорим об электронных читалках, об устройствах, которые предназначены в первую очередь для чтения. На самом деле, то, что у меня здесь приготовлено, это электронная читалка компании Inch, называется она A6i, но это даже и не самое главное, и я не хотел бы обратить ваше внимание конкретно на эту модель, хотя, конечно, мы с ней познакомимся. Я бы хотел сделать особенный упор и акцент в этом видео на то, с какого экрана лучше читать и как воспринимать вот эту самую печатную информацию на разных устройствах. В том числе, у нас есть iPad, мы будем смотреть и пытаться получить некие впечатления от его экрана и от экрана, основанного на так называемых электронных чернилах. Собственно, что это такое, если вдруг, случайно, вы не в курсе? На самом деле, это специальная технология, которая фактически своей задачей ставит имитацию бумаги. То есть, экран в выключенном положении, практически белый и не излучает никакой информации. То есть, выглядит даже не как экран некого электронного устройства, а просто как кусок пластика. Если же мы включаем подобное устройство, то информация на нем появляется, как будто она нарисована с помощью карандаша. Ну, или, скажем так, каких-то чернил. Собственно, отсюда и название. E-Ink, то есть, электронные чернила. Чем интересны технологии и чем любопытны девайсы, которые на ней созданы? Имеет она ряд принципиальных плюсов, ну и ряд достаточно серьезных минусов. Первое, начнем, естественно, с положительных черт. Во-первых, если я даже поворачиваю под разными углами, понаклоняю этот экран, как видите, здесь всегда картинка максимально четкая и видится, можно сказать, даже под горизонтальным углом без искажения. Даже сейчас, под углом, ну, наверное, градусов 30, никаких проблем с воспроизведением информации, с потреблением этой информации, как вас, я надеюсь, зрителей, так и меня, вот под таким углом нет. Это, конечно, здорово. Момент номер два – это то, как чувствует себя такой экран на свете. Сейчас на меня направлен достаточно мощный прибор, который лупит так, что мне некомфортно смотреть в его сторону, а, тем не менее, этот экран абсолютно нормально чувствует себя при таком свете и никаких проблем не испытывает. Это что касается приятных таких черт и моментов. Да, ну, естественно, пожалуй, самый-самый главный момент, который свойственен всем электронным читалкам на основе вот этой технологии – это очень низкое энергопотребление. То есть, этот экран отличается экстремально низким потреблением, и от одной зарядки такая книжка может проработать, ну, там, две недели, месяц, там, в зависимости от интенсивности нагрузки. А, грубо говоря, если взять ее заряженный в отпуск с загруженным каким-то количеством книжек, то можно приехать из отпуска, и она даже не сможет разрядиться, даже если вы будете читать с утра и до вечера. Теперь о минусах. Первый минус – это то, что информация на таком экране обновляется не мгновенно, а имеет некую задержку. Например, сейчас я нажму кнопку, перейдя в раздел «Книги». Что произойдет? Значит, старый экран гаснет, а новый появляется на его месте. То есть, что происходит? Получается, что информация новая еще не до конца появилась на экране, но информация старая еще не до конца ушла с экрана. Происходит наложение одной картинки на другую, и вот этот самый момент глаз замечает. То есть, инерционность перерисовки информации составляет доли секунды, но, тем не менее, она восприимчива нашим глазом, и это, конечно, не очень комфортно. Для тех, кто много читает, нужно обращать на это внимание, то, что момент перелистывания, назовем это так, страницы, он будет фиксироваться глазом. И его нужно просто, грубо говоря, отфильтровывать уже на уровне сознания. Момент номер два, который тоже достаточно очевиден. Обратная сторона медали вот такого вот экрана – это отсутствие задней подсветки. То есть, технология электронных чернил не предусматривает свечение экрана в темном помещении. То есть, фактически, это та же самая книжка, как и бумажный носитель, только не бумажная. Если у нас светло, мы читаем. Если у нас темно, и нам нужен дополнительный источник света, то нужно включать лампу и читать вот с такой книжки. Собственно, это основные моменты, на которые я хотел, так сказать, обратить ваше внимание. Теперь давайте посмотрим, как выглядит текст на таком экране по сравнению, скажем, с текстом на смартфоне или на планшете. Вот так выглядит текст комфортного для меня шрифта. Его, естественно, можно делать больше, либо меньше. Это тоже достаточно весомый аргумент в пользу подобных устройств, ну и, собственно, вообще любых электронных читалок. Вот так вот происходит перелистывание. Здесь, в частности, вот этой модели Inch, кнопки перелистывания расположены внизу. Например, если я хочу откатиться на страницу назад, я нажимаю левую кнопку. Если хочу перейти вперед, правую. И вот тот самый переход, который сейчас вам наверняка виден, это когда экран уходит полностью в черное поле, а потом растворяется уже на том, на тех буквах, которые нужны нам на следующей странице. То есть, грубо говоря, та самая перерисовка, она хоть и видится, но для кого-то может показаться критичной. Для меня лично это не сильно критичная позиция. Теперь, что касается, например, экрана, использующего TFT, но, если быть точным, IPS-матрицу. Это наш, собственно, iPad. Здесь тоже есть приложение для чтения книжек, естественно, оно здесь есть. Вот я его загрузил, и вот так вот оно выглядит на iPad. На размер шрифта, я думаю, что обращать внимание не нужно. Что важно отметить? Как мы уже сейчас видим, ощущения от экранов все-таки совершенно разные. Несмотря на выполняемую в данном случае одинаковую функцию устройств, здесь под стеклянным глянцевым экраном, который при этом является сенсорным, мы можем перелистывать страницы и получать доступ к нашей книжке вот таким вот образом. Здесь экран не сенсорный, и перелистывание происходит с помощью этих кнопок. Но вот это самое стекло, это самое зеркало достаточно сильно бликует. То есть, если мы выйдем на открытый воздух, если это будет яркий солнечный день, не дай бог пляж, солнечную погоду, то здесь вы практически мало что увидите. Я убедился в этом недалеко пару недель назад, когда был на отдыхе и читал вот с этого самого iPad. Могу вам сказать, что удовольствие это не из самых приятных. Но слава богу, что на тот момент у меня оказалась и книжечка на основе электронных чернил, и ее как раз я задействовал в качестве, ну, живого, что ли, примера для контраста и сравнения этих двух технологий. Но что любопытно, если вечером стояла задача почитать в номере, тогда, когда, соответственно, другие посетители, точнее, посетители этого номера спали, то, соответственно, лучше всего это происходило на iPad, конечно, потому что он имеет собственную подсветку, и в данном случае солнечные лучи нам уже никаких хлопот не доставляли. Что же касается, собственно, устройства для чтения электронных книг на основе вот этой самой технологии E-Ink, то здесь можно даже несколько обобщить. То есть рассматривать не столько и не сколько конкретно этот девайс Inch A6, а на его примере немножечко поговорить обо всех этих устройствах. Функционально они все очень похожи, имеют диагональ экрана от 5 до 10 дюймов. В данном случае это 6 дюймов по диагонали. Наибольшее распространение получили книжки как раз с диагоналями 6 или 7 дюймов. Стоимость таких устройств достаточно невысокая по сравнению, скажем, с полноценными планшетами, хотя и, я бы не сказал, их очень дешевыми устройствами. На самом деле подобную штуку можно купить где-то начиная от 4-5 тысяч рублей и заканчивая где-то, наверное, ну, 10 тысячами рублей. Это будет уже пограничная цена, за которую можно постараться и, собственно, купить достаточно функциональный планшет. Другое дело, что этот механизм в первую очередь предназначен для того, чтобы читать электронные книжки. Естественно, экран поддерживает достаточно большое количество градаций серого и черного цвета, и на нем можно, например, смотреть черно-белые фотографии, но мне кажется, что это совершенно ненужная опция. И делается, скажем так, уже больше в качестве бонуса. Гораздо интереснее то, что это устройство может выступать и как музыкальный плеер, то есть, если поставить сюда карточку microSD большого объема, то помимо книжек здесь можно держать также и музыку, которую можно слушать с помощью обычных наушников. На нижнем торце здесь рядом с разъемом для наушников расположен разъем microUSB. А к чему, собственно, весь этот монолог? Посвящен он, собственно, тому, что устройство, как это ни странно, поначалу, как мне казалось, уйдет со сцены, и электронные книжки вот в таком виде постепенно вымрут, как динозавры, уступив свое место всевозможным планшетам. Так вот, ребята, нет. Скорее всего, ничего с ними не будет. И в первую очередь, благодаря вот свойствам того самого экрана, тех самых электронных чернил, так называемых, смотреть на которые, ну, гораздо, мне кажется, приятнее и гораздо больше напоминает обычную бумажную книгу, нежели любой активный экран, будь то iPad, будь то, например, карманный коммуникатор, смартфон, да все, что хотите. То есть это несколько обособленный и отдельный класс устройств, который будет жить и существовать, и пользоваться популярностью у тех, кто хочет иметь максимальную библиотеку в своем вот таком вот небольшом, маленьком и функциональном устройстве. Вот все, что я хотел вам сказать сегодня о устройствах для чтения. Спасибо компании Цифры за то, что порадовали нас различными девайсами. Спасибо вам за то, что смотрите. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok